Начали в эфире. Ну, с чего начать? Приветствую на второй конференции. Я буду вести, вы меня уже знаете, ну кто не знает, я Марк. И сейчас начнем по порядку. Начнем с Андрея Ермолевича, Андрея Слова. Ну что, мы решили вначале коротенько рассказать, как мы организовывали свои мастерские и какие-то мысли по этому вопросу. Ну что я хочу сказать. Начинал я, в общем-то, с лоджии, еще на съемной квартире. И первое, с чего следует начинать, как мне кажется, это все-таки с верстака. И самому городить что-то такое, я считаю, нету большого смысла, потому что промучаетесь вы делать и сделаете верстачок, наверное, не сильно удобно. Вот сейчас вот есть эти раскладные верстачки, у меня скиловский. Вот с него я, ну когда купил, получил, конечно, большое удовольствие от работы и улучшение производительности. А до скила я, в принципе, пользовался таким бюджетным вариантом. Я купил себе, списывал эту парту школьную для старших классов, там эти трубы профильные, укрепил, получился довольно сносный рабочий столб. Много вопросов, ну это вот по верстакам. Но сейчас вот я, честно говоря, смотрю, вот эти вот Black & Decker есть верстачки, но совсем уже дешевые брать, наверное, не стоит. Андрей, погромче, пожалуйста, в чате просит. Сейчас я микрофон пододвину, наверное, должно улучшиться. Очень много вопросов задают вот по начальному инструменту для, ну как новичка или кто-то собрался столярным делом заниматься в домашних условиях. Что я хочу сказать? Ну обычно дрель есть у всех, там шуруповерт или еще что-то в хозяйстве вещь нужная. Обычно первым инструментом, который покупают, когда начинают заниматься столяркой, я вот на те же грабли наступил, это электролобзи. На сегодняшний день я бы начинал с ручной циркулярной пилы, если честно. Вот первый ручной инструмент, это ручная циркулярка. Можно очень многое сделать, имея вот просто ручную циркулярку и эксцентриковую шлифмашину и шуруповерт, полезных вещей для дома. Ту же циркулярку можно закрепить на лист ДСП, вверх ногами поставить, получите какую-никакую циркулярную пилу. Но, исходя из моего опыта, ребята, ручная циркулярка это обязательно пылесос. Причем пылесос надо брать поприличнее. Я за свою начальную деятельность убил два бытовых пылесоса. Правда, мне они бесплатно достались, скажем так, но инструмент столярный, вот такой, как циркулярка или фрезер, убивает пылесосы строительные мгновенно. Ну вот, уже как бы два инструмента перечислил начинать. Ручная циркулярка, шлифмашинка, эксцентриковая. По нынешний момент, для начала, самый подходящий инструмент. И, что я хочу сказать, вот, ну, все равно же вы что-то делаете для себя, для своей семьи. На сегодняшний момент я бы все-таки еще сразу бы брал вот этот вот приспособлен Крэйговский или сам сооружал. Но если инструментального парка нет, что-то приличное соорудить сложно. Поэтому вот этот вот косой шуруп для начала, именно для начала, чтобы показать, что, ну, почувствовать хоть какую-то уверенность в себе, я бы все-таки приобрел. И следующего, ну, я не знаю, уже там к станкам надо. Я начинал со сверлильного станка. Потому что, имея сверлильный станок, можно нагородить себе разных приспособ. Можно сделать прямо на нем шлифовальные барабаны. Уже, как бы, ваша производительность улучшится. Ну, такой совсем уже дешевый китаец. Тоже, наверное, не стоит брать. Но долларов за 150 в Минске продаются приличные сверлильные станки. Я имею в виду приличные для столярки. Ну, а следующее, ну, не знаю, я торцовку брал. Потому что, как бы, производительность увеличилась. Ого-го как! Ну, а потом уже воткнул себе и... А, фрезер. Обязательно фрезер тут. В современных условиях, даже если вы работаете ручным инструментом, то собрать весь ассортамент калевок, ручных рубанков, это сейчас нереально, если честно. Все равно фрезер как-то использовать будете. Ну, вот после торцовки фрезера и самодельного фрезерного стола я себе уже покупал настольную циркулярку. И вот, когда уже настольную циркулярку купил, уже начал городить себе вот эту вот переходную бочку. Карчеровскую, чтобы хоть как-то с этим объемом опилок справиться. Еще что хочу сказать. Конечно, наличие инструментального парка все-таки будет вас ограничивать по тому материалу, с которым вы сможете работать. Исходя из своего опыта, до покупки рейсмуса, вот так вот работать с массивом очень и очень проблематично. Основной материал вот у меня для покупки рейсмуса, это был все-таки покупной мебельный щит, который не надо не строгать, не пропускать через рейсмус. По поводу рейсмуса. Есть методы, когда можно склеить столярный щит без фуганка. Кому интересно, можете на форуме вот тут поискать, там по-моему называется метод бонча, есть такой способ. Но вот с покупкой рейсмуса, конечно, вырастает возможности по использованию разных материалов. Ну, кто смотрел мои ролики, знает, что раньше я использовал рубанок электрический, перевернутый вверх ногами, потому что фуганка у меня нет, ну, для фугования. Ну, я могу сказать, сантиметров 60-80 нормально все получается. Больше уже, конечно, проблематично. Но в последнее время я купил себе этот семерку фуганок ручной, справляется тоже на ура. В общем-то, по отделке. По отделке, когда работаете вы дома, конечно, встает вопрос неприятных запахов. Никакими там вонючими лаками пользоваться дома я не советую. Я использовал долгое время акриловые лаки мебельные. Из них мне очень понравилась текурила. Очень слабый запах, очень приличное покрытие получается для дома. А в последнее время я стал использовать масла. Причем я купил себе еще апельсинового масла, наверное, литров 5. И потихоньку разбавляю. Его можно использовать вместо разбавителя. Получается хороший такой запах, приятный от этого всего. Ну, в общем-то, если коротенько, то вот так вот. Но что еще хотел сказать? Когда начнете организовывать мастерскую, напишите себе где-нибудь цитату Мао Цзэду на то, что мыслимо, то осуществимо. Потому что можно столько ереси начитаться о том, что нельзя. Вот я читал недавно о том, что на складном верстаке рубанком нельзя работать, там еще что-то. Вот когда читаете что-то нельзя, и это не касается техники безопасности, просто игнорировайте. Все у вас получится, все будет хорошо. У меня, наверное, все. Теперь послушаем среднюю мастерскую. Виктор Ачепушева. Виктор, вам слово. Всем привет. Спасибо, Марк. У меня получилось так, что я всегда жил в своем доме, с родителями сейчас в своем. Всегда был у отца циркулярный штанок самодельный с большим двигателем. Всегда был такой штанок у меня, когда мы купили дом, приехали. И как бы не было у меня проблем с 380 никогда, есть какие-то опознания по электричеству, есть токаря, сварщики. Не было для меня проблемы сделать какой-нибудь самодельный станок. И начиналось все вот с ремонта своего дома после покупки, после какого-то строительства. А потом получилось так, что в 2000 году у нас 4 крупных автопредприятия в городе развалилось, работать стало негде. К тому времени у меня уже были какие-то двери, были какие-то клиенты. То есть я параллельно работал, поскольку работа водителя всегда стоит рядом со словом «колым». И был у меня вот такой вот приработок. Ну, с чего бы я посоветовал начинать. Но начинать 15 лет назад было намного легче, чем сейчас. Потому что люди жили немножко по-другому. Отношение к ремонтам, к деньгам было совсем другое, чем сейчас. И все, ну, не скажешь так, что любили. Наверное, по необходимости это все было. Все старались как можно сделать для себя своими руками. То есть некрашенные двери разлетались, как горячие пирожки. Установки никто не просил, монтажа. Сейчас мало сделать хорошую дверь. Надо ее еще хорошо покрасить, смонтировать. Без покраски, без монтажа сейчас уже практически нет заказов. Стало легче в какой-то мере именно с ручным электроинструментом. Достаточно мощным, однофазным, на 10-20. То есть в столярку можно организовать лишь бы было собственное умение. Наверное какие-то какие-то стремления, желания. Ну и какие-то навыки. Потому что делать какие-то изделия людям не умея с этого не стоит начинать. Можно конечно имея какое-то количество денег снять или купить помещение станки на нет рабочих. с рабочими проблемы старых уже нет, новых никто не учит. У нас за последнее время закрылись почти все столярки, где хозяин сам ничего не умел и не делал. Ну так же для начала вот хорошо когда есть несколько знакомых бригад отделочников, которые будут подгонять скажем так клиентов. Ну и еще смотрю на ютубе некоторые каналы молодые ребята строят свои дома одновременно развивая столярки, одновременно учатся что-то делать. Это наверное самый лучший вариант инструмент окупится и опыта наберетесь и это послужит таким своеобразным лифтом для начала какого-то бизнеса в столярке. так как бы наверное пока все. Ну и теперь я передаю слово Сергею Букрата у которого большая мастерская даже можно сказать очень большая. Сергей вам слово. Спасибо. Привет всем зрителям подписчикам. Ну мне получается так что пришлось пройти все фазы развития. Возможно есть еще более там какие-то формы неизвестные мне. ну так те которые вот мы обсуждаем в этой конференции в принципе прошлось пройти. Когда-то это было чисто хобби наподобие как у Андрея только в частном доме ну с более с большими возможностями по площадям хотя ручной инструмент я тоже очень люблю и очень часто его использовал и рубанки и фуганки и колевочные ручные какие-то и на данный момент тоже иногда этим пользуюсь. Так же как и Виктор тоже самый такой активный или решающий шаг в направлении именно заняться этим делом и посвятить этому всю свою жизнь. Конечно тоже было строительство собственного дома и изготовление окон дверей какой-то мебели потому что ну их в те времена в магазине двери в принципе не продавали это были 80-е года прошлого века. А потом мало-помалу я понял что это может быть не только хобби не только решить какие-то домашние проблемы по наполнению там столярными изделиями и мебелью а еще и способом зарабатывания. И в каких-то там своих ранних роликах я уже что-то пытался рассказывать про то как все это организовалось но тем не менее кратенько повторюсь. Лет 7 просидев в такой полуподпольной мастерской где меня знал ограниченный круг людей и я сам там ковырялся в своих каких-то проблемах рано или поздно пришло понимание что для того чтобы в полной мере реализоваться нужно как-то легализироваться нужно как-то про себя заявить и пришлось естественно выходить из подполья получать документ об индивидуальной трудовой деятельности ну и тем самым становиться налогоплательщиком и тому подобным и все вытекающие отсюда проблемы ну эти проблемы как известно закон сохранения энергии никто не отменял ровно столько сколько мы получаем проблем ровно столько мы и получаем положительных моментов я смог подключиться к нужному напряжению я смог спокойно рекламировать себя в районной областной газете ну по так грубо говоря по мере того как росли мои интересы бизнесовые так я и распространял информацию о себе всеми возможными способами и соответственно получал ответную реакцию в виде более крупных заказов более интересных предложений в плане материальных именно материальных потому что реализовать свои именно хоббийные ну скажем так потребности можно вполне в такой же мастерской как у Андрея и тем более как у Виктора в силу своего характера для меня максимализм это наверное тот флаг который у меня всегда в руках я с ним двигаюсь вперед и соответственно каких-то все те препятствия которые мешали развиваться я их пытался преодолевать нужно ли это делать это исключительно скажем так проблема каждого отдельно взятого человека ну мне было нужно и я двигался соответственно в 99 году я купил предприятие ну производственную базу правильнее назвать где она и была кстати до этого столярной мастерской были какие-то станочки были помещения и начал развивать уже более на таком серьезном уровне кстати тот период тоже вы помните это был дефолт 97 года или 8 я точно не помню когда у всех опустились в руки когда все сказали все пропало и естественно такого рода имущество ну производственное предприятие помещение стали более-менее доступны и потому мне и удалось его заняв деньги у знакомых купить то я к чему мысль эту понял что сейчас точно те же времена все думают что все пропало все думают что больше жизни на этой планете не будет и можно спокойно там у кого какие есть станочки запасы материала делать гробы и складывать их на чердаке для будущих там планов но на самом деле все не так кризис как раз то время которое способствует людям предприимчивым людям которые готовы перейти из одной фазы развития там ну какого-то такого полу легального существования более серьезному витку развития соответственно это я тем ребятам говорю которые стоят на распуте и принимают решение нужно ли это стоит ли то если вы чувствуете что это вам надо именно сейчас тот благоприятный момент когда это все можно реализовать многие правильно Витя сказал что те кто сами не занимались непосредственно руками не делали что-нибудь в столярке они сейчас это продают за бесценок они практически ну как говорят нас на Украине сдыхаются любой ценой то на это стоит обратить внимание соответственно когда мы легализировались когда мы получили возможность заключать договора с торгующими организациями там строительными базами магазинами торгующими строительными организациями понятное дело стал вопрос о том на каком изделии сакцентировать свое внимание потому что заниматься всем по чуть-чуть это быть ну как вы знаете знать все по чуть-чуть и не знать ничего толком соответственно я обратил внимание на такой продукт как двери мазонитовые двери все вы их знаете это легкие двери сделанные с двух панелей на каркасе с наполнением из бумажных сорт это самая популярная дверь в мире и на тот момент все помнят начало двухтысячных этот строительный бум который начинался это кредитование которое можно было получить предъявив хвост который есть скажем так у кота матроскина даже паспорт не требовался для получения кредита это всевозможные ипотеки которые росли как грибы это аренды помещений и эти двери именно легкие дешевые востребованы были ну просто до сумасшествия и мы там предприняв кое-какие шаги купил десятиэтажный пресс купил там пресс для сращивания в длину ну и тому подобное оборудование построили сушилку многокубовую начали этот продукт производить и упреждая вопрос откуда у меня то что есть у меня сейчас оно именно оттуда от того что мы нашли нужный продукт который нужно было производить в нужное время и соответственно накопить тот как скажем так первоначальный капитал который можно было конвертировать в новые цеха в новые станки оборудования в том числе обрабатывающие центры и тому подобное вещи соответственно опять же для начинающих тех кто хочет перейти из фазы развития просто для удовольствия и родственникам и знакомых выйти на более широкую дорогу мой совет задумайтесь над тем что может быть востребовано конечно уже в условиях посткризисных потому что строительный бум закончился массовое производство тоже сворачивается но тем не менее остается много сегментов которые можно заполнить ну грубо говоря та же табуретка вот у меня знакомый в Москве живет у него точно такой обрабатывающий центр как у нас но он не изобретает ничего сложного он ничего не делает супер технологичного он делает элементарную табуретку но делает ее в день несколько тысяч штук реализовывает их через все супермаркеты строительные России и ближнего зарубежья скажем так и естественно выход или оборот денежный исчисляется сотнями тысяч понятное дело что на чистую прибыль остаются там не так уж много но тем не менее это как иллюстрация к тому на чем стоит заострить свое внимание дальше закончился строительный бум начались проблемы из кредиторами начались проблемы из инвесторами и нам пришлось естественно резко скажем так курс нашего корабля менять потому что эпоха массового производства ушла опять возвращались к индивидуальным заказам но учитывая то что за период массового производства удалось приобрести нужное оборудование мы тем более подрос сын Илья который уже воспитывался в этом электронно компьютерном информационном времени в котором мы люди более старшее поколение ориентируемся немножко хуже он освоил работу на станках с числовым программным управлением и соответственно удалось переориентироваться на заказы индивидуальные но для заказчиков у которых все таки деньги остались остались опять же по закону сохранения энергии если у кого-то денег стало меньше то соответственно у кого-то их стало больше и те люди которые сумели обманом ли какой-то коррупцией или какими-то другими способами накопить эти деньги естественно рано или поздно их тратят там на строительство собственных домов там или я знаю что и понятное дело что столярка все равно осталась востребованной поменяла только форму то чем мы занимались в сытых 2000-х и в этих скажем так после кризисных годах то сейчас мы ориентированы в основном на изготовление дорогих индивидуальных заказов ну в кое-каких роликах там показаны стулья или предметы интерьера или двери там для монастырей или же делали мы там заказ для Киево-Печерской лавры трон метрополиту там клироса и тому подобные вещи но это все как правило уже делается в кооперации со многими людьми здесь нужны уже и дизайнеры здесь нужны уже и те люди посредники или как их там назвать которые между заказчиками и нами исполнителями ну тем не менее это существует и как как-никак можно барахтаться для тех ребят кто конечно хочет стартовать сейчас в этих условиях когда кажется уже все ниши заняты все сегменты разобраны и в принципе начать нечего я бы посоветовал в первую очередь скооперироваться опять же с какой-нибудь столяркой ну возможно с такой как мы или с такой как ну я не знаю даже у Вики важно что торговые сети те же супермаркеты ну вот нас в Украине есть эпицент для того чтобы зайти своим товаром туда ну с той же хлебницей или каким-то приспособлением для разбывания или какой-то там детским стульчиком им нужен НДС налог на добавленную стоимость ну скажем так нужно быть плательщиком если ты не плательщик с тобой разговаривать никто не хочет то есть смысл скооперироваться с тем у кого этот НДС есть сделать это просто зайдите в супермаркет посмотрите кто уже выставил продукцию там нетрудно узнать производителя связаться с ними сказать что так и так вот я умею я могу я там обязуюсь подписываюсь под таким-то стандартным объемом под таким-то изделием и попытаться с людьми переговорить я уверен что человек который обладает каким-то предпринимательским чутьем он вполне пойдет на переговоры вполне выслушает и вполне если будет рациональное зерно хочет посотрудничать ну вот такие какие-то первые затравные слова если я не превысил свой еще лимит могу дальше продолжать если уже есть вопрос пока еще не превысил еще есть пару минут добренько по поводу регистрации тоже многие ребят интересуют как допустим себя легализировать какие шаги нужно предпринять ну естественно наше законодательство у меня есть предприниматели друзья и в Белоруссии и в России и в Молдове и в Казахстане то практически законодательство не отличается одно от других есть там какие-то изменения такие чисто фасадные но суть их везде одинаковая где-то можно больше наемных работников где-то меньше где-то такая налоговая ставка где-то другая но есть основополагающие принципы и я попытаюсь их вкратце рассказать первое дело если есть категории по каким можно стать предпринимателем выбирайте ту которую вы уверены потянете по своим доходам замахиваться на самую крутую там с доходом несколько миллионов с наемными работниками более 10 человек конечно же не стоит и самое минимальное вряд ли вас устроит потому что это будет на рынке неприемлемое выбирайте категорию в которой обязательно не будет слова деревообработка в плане переработки имеется ввиду пилорама там или какие-то такие устройства потому что чиновников и проверяющих ну и СБУ и другие конторы интересуют именно всегда темы которые вокруг сырого круглого леса там всегда есть небольшой такой криминальный криминальное болотце соответственно постарайтесь чтобы в том заявлении которое вы напишете не присутствовало слово деревообработка распиловка древесины или тому подобное потому что если вы попадете в эту категорию проверяющие будут по тому адресу где вы зарегистрируетесь ежемесячно и они с вас не слезут пока не добьют скажем так до ручки нужно указать допустим там изготовление тары изготовление мебели главное чтобы не было вот этого момента другой момент на что проверяющие ведутся это наемные работники это самая больная тема потому что до тех пор пока работаете вы сами как например Виктор проблемы техники безопасности аттестации рабочих мест экологии ну экология так сяк никого не волнует по энергонагляду как по русски будет звучать по энергонадзору тоже вопросов не будет потому что это будут проблемы лично ваши и что с вами случится не дай бог это только проблемы вас и вашей семьи но как только вы нанимаете наемного работника вы сразу взваливаете на себя целую кучу проблем это и фонд от несчастных случаев это и центры и фонд занятости это и пенсионный фонд это и энергонадзор и пожарники и санстанция и целая куча вот этих смотрящих или назирающих то каким образом все таки реализовывать то чтобы человек у вас мог работать два варианта или он тоже становится предпринимателем и забота о собственной безопасности лежит исключительно на нем или же вы с ним заключаете договор подряда это как вроде бы вы наняли человека врезать замок в вашей двери или же смонтировать газовый котел на вашем ну в вашей кухне там или где он установлен это разовый договор предполагающий срок на какой он заключается сумму вознаграждения и описание характера работ ну там допустим вы наняли человека на укладку дров под навесом а что уже под этой укладкой будет предполагаться это уже как бы вопрос другой вам не дай бог в случае какого-то форс-мажора ни одна служба начиная от прокуратуры и заканчивая какими-то там фондами защиты от несчастных претензий не будет понятное дело что периодически эти договора нужно перезаключать это легальный способ о котором я не боюсь во всеуслышание заявлять потому что этим пользуются все работодатели любой из наших стран третий момент что еще есть такая служба как экологи в которых экология наших стран как вы наверное догадываетесь или уверены абсолютно не волнует но их волнует предприниматель который там что-то вовтузится что-то делает и соответственно вырабатывает отходы в виде стружки опилок в виде пыли там я знаю что еще может вырабатывать деревообрабочих ну даже тот дым который выходит из трубы в процессе сжигания древесины и получения тепла для обогрева цеха и сушилки это тоже отходы и на это тоже экологи хотят наложить ну определенный налог и мы его платили до определенного времени оно же учится на собственных ошибках чужие нас никогда ничему не учат то когда я в один момент закрыл деятельность и по новой открыл я уже открывался не как предприятие не как производственная какая-то единица в составе городского совета а просто как частный предприниматель регистрировался на свой домашний адрес соответственно мой дым который сейчас выходит из трубы это проблема моей семьи и она естественно никого не волнует но как только это становится дымом от которого человек якобы получает прибыль он начинает всех волновать ну вот такая приблизительно ситуация да и еще хотел бы немножко набросать кое-кто кто систематически смотрит ролики поняли уже структуру нашу ну у нас сейчас два гектара территории которую мы в свое время выкупили на нем расположены цеха в которых мы работаем и на нем уже расположены дома в которых мы живем живем отдельными семьями я с женой сын Илья с своей семьей и дочка Яна с своей семьей то получается такая автономная замкнутая структура ну нет только своей электростанции хотя тоже иногда об этом мысли заходят и соответственно я вот сижу сейчас в своем кабинете то он буквально на расстоянии там 50 сантиметров от моего дома в котором я живу просто в кабинете у меня вся эта компьютерная каша благодаря которой мы можем сейчас видеться и получается что бизнес у нас семейный я уже в стадии более такой безответственной можно так сказать играюсь вот с этим же возвращаюсь в детство свое и юность и молодость а основную нагрузку по общению с администрацией города контролирующими органами с заказчиками ведение интернет магазина и тому подобных вещей это уже на детях на Илье и на Яне вот такая общая ситуация фух я отдохну Марк если можно я думаю что уже пора переходить на ответы на вопросы давать потому что вопрос не нужно Марк давай я на некоторые технически отвечу давай Виктор значит так про двигатели на 220 вольт вот эти двигатели трехфазные на 220 вольт на 36 вольт они применялись на стройке и для гальванической развязки с сетями применялись трансформаторами кроме как с трехфазным трансформатором 380 на 220 или 380 на 36 вы их не включите размещение станков вот я записал для этого нужно 3 фазы иметь пик да а тут вопрос включения на одну фазу вопрос включения на одну фазу наверное надо в любом случае трехфазный трансформатор и трехфазный трансформатор включать через конденсаторы или перемотать двигатели но это дороже чем новый двигатель можно через конденсаторы но можно взять как же эта штука называется преобразователи ну да преобразователи инвертор так размещение одну фазу на три фазы преобразовывать но цена устройства как правило две-три цены двигателя да и поэтому заморачиваться не стоит все-таки электроинструменты сейчас много разного хорошего выпускается размещение станков мне приходилось переезжать и из маленького помещения в большое и из большого в маленькое потом опять с маленького в большое пока станки сами свое место не найдут вы не сможете все заранее спланировать вот появился у вас как вы-то переехали первая работа допустим распиловка доски поставили циркулярку то есть все это опытным путем посоветовать ничего невозможно помещение для мастерской но я думаю что дешевле всего все-таки каркасник утеплитель и сейчас всяких разных достаточно станок корвет 13 у меня циркулярка корвет 14 это помладше модель даже ей я очень доволен была у меня такая циркулярка большая чугунная как у Юры Примаченко в мастерской в роликах есть потом я поменял ее на корвет 14 но я практически сразу поменял двигатель на 380 вольт Виктор давайте я буду вести потому что тут вопросы есть и к Андрею и чтобы не было путаницы андрей где покупать экзотическую древесину а у нас у нас есть организации которые торгуют паркетом ну у них можно покупать паркет ценных пород там Мирбау Палисандр еще что-то такое в общем-то я пробовал в Минске поискать какие-то ценные породы но нормального предложения я не получил потому что извините когда погонный метр бруска Палисандра 40 на 40 миллиметров стоит 60 евро и надо взять куб этого ну как бы это знаете торговля воздухом реально можно найти паркетчиков значит один момент к зрителям если вы хотите задать вопрос конкретно то обязательно пишите кому он адресован Андрей ваше отношение к Стэнли китайского производства понимаете Стэнли как бы вообще корпорация сейчас международная найти что-то что-то сделано только там в Англии или в Америке сейчас невозможно у них есть вот эта вот серия рубанков премиум она делается в Мексике в Великобритании там делаются только железки рубанков но что я хочу сказать поскольку ну как разброс по странам Стэнли очень большой да попадаются иногда приличные инструменты те же ручные ножовки по металлу у них полотна по металлу биметаллические очень приличные кое-что из разметочного инструмента вполне нормальный инструмент надо смотреть так нельзя сказать что есть вот сделанный в Китае он плох я наверное не открою секрет но вот кто у меня видел вот эти вот рубанки дик ребята это китайские рубанки когда Тома Линельсон их взял в руки он говорят долго матерился потому что они стоят в 5 раз дешевле чем его а по качеству ну такой же разительной разницы как бы нету так господа товарщики буду за регламент напоминать так вопрос можно ли изготовить нормальную мебель из осины кто будет отвечать если надо я отвечу Сергей давай с осиной какие были у нас взаимоотношения много делали облицовочных погонажных изделий типа наличник линтус там вагонка насчет мебели ну кроме психологического как бы предостороги в том что осина это дерево вампир я в ней ничего плохого не вижу конечно немножко трудновато обрабатывается на финишной стадии там шлифовка и тому она такая терпкая вязкая но на самом деле ну насколько я знаю и обклады икон делали с осиной и прослужили тысячелетиями и в селе у бабушки был сделан посудный шкафчик я не знаю как они правильно называются который на стену вешается тоже из осины потому что дедушка рассказывал да то в принципе почему бы и нет кроме того что есть такая предрасположенность что этим деревом лучше с вампирами бороться там полы им забивать или тому подобные вещи а так все нормально так тут вопрос Андрей подойдет для циркуляр ахитачи для стационарной работы ну я хочу сказать что в общем-то любая циркулярка ручная она для эпизодических работ подойдет потому что ну как сказать если вы будете пилить 8 часов в день или 12 на любом таком вот станочке даже если вы мотиту тоже купите 2704 гробить ее мгновенно если 8 часов смена у вас пилить надо делать чугун наверное для дома для семьи напилить вот так вот поставить циркулярку стол практически любая единственное что я видел вот эти вот бошевская которая 40 мм пропил зелененькая но она конечно позволь там есть еще два момента пылеудаление и люфты когда ее переворачиваешь между ногами у меня на канале видео про хитачи c7 мфа там я говорил про эти моменты поищите на канале я хочу сказать вот мг есть ну как циркулярка мг 5008 по-моему макиты шикарно становится вот так вот верх ногами не сильно дорогая так вопрос о практик мастер практик 2500 есть у кого такое нет так идем дальше так Марк будут ли проводиться конференции да будут запланировано еще минимум две а там будем смотреть думаю еще будем приглашать молодых авторов хотелось бы получить ссылки на видео по обустройству мастерских ну тут кто снимал у Ермолкевича я знаю есть видео я не снимал Виктор ваше видео есть по обустройству я не снимал есть отдельные станки ну я что-то снимал там ну как специально мы этим не занимались так вопрос Андрею кроме шлифов водного кривого вака отличается по качеству заточка на бумаге от алмазных камней ну Александр я думаю зададите лично мы же общаемся в скайпе значит Камыр Батыр почему мебель из ламинированного ДСП получилась широкое распространение ну пожалуй дешевизна практичность так никакой же не надо как бы финиша никакого ничего покрывать я хотел бы добавить раньше мебель из ДСП шпанированная это было очень тяжелое мощное оборудование которое ну скажем так мебель была в домашних условиях недоступна когда появился ламинат это стало очень элементарно быстро и доступно каждому это наверное самый главный по сути да я этим занимаюсь уже больше 10 лет мебель ДСП заказал раскрой грамм оборудование скрутил ну надо понимать как рассчитать надо там понимать как дизайн сделать чтобы она эргономичная была удобная но это все просто марк где-то там был вопрос по клею чем пур и ПВА если можно я пока не забыл обострю на это внимание вот какая главная разница и где стоит тот или иной клей используют конечно клей ПВА полиэцетатная дисперсия насколько я понимаю возможно какие-то буквы я выговариваю не совсем правильно он он хорош тем в первую очередь что он практически самый экологичный из клеев которые используются та же сигарета склеена вот гильза сигареты склеена именно полиэцетатной дисперсией плюс главное его достоинство это эластичность те клеи которые использовались раньше казеиновые ну и тому подобное костные мездровые они у них был главный недостаток это сложность приготовления и хрупкость они могли хорошо работать в статичных деталях но если это была сложная пространственная конструкция типа стула или даже дверей которые висят на навесах здесь уже эластичность выходила на первый план и вот в клее ПВА эта эластичность присутствует тот же плюс для отверждения клея ПВА не нужно высоких температур как например для клеев там КЖ и тому подобных которые использовались на мебельных фабриках но есть один небольшой вроде бы и плюс но и в то же время недостаток клея ПВА это тот что он водорастворимый в своем не застывшем состоянии между молекулками клея находятся молекулы воды и вот в процессе испарения или поглощения например древесины или кожи или куда мы там наносим происходила вот эта процедура высыхания скажем так удаления влаги и клей полимеризировался но тем самым мы мочили изделия а влажность изделия в деревообработке как известно имеет первостепенное значение и когда мы клеим допустим щит из мелких реев нанося много слоев клея ПВА мы тем самым нарушаем тот влажностный режим который требуется для изделия и потом при высыхании возникают напряжения корабления и тому подобное веки клей ПУР этих недостатков лишен потому что процесс отверждения в нем отличается от того который в клее ПВА в клее ПУР происходит химическая реакция преобразования скажем так ну я не химик не буду вдаваться в тонкости и подробности но суть в том что вода отсутствует и когда мы клеим изделия клеем ПУР мы практически его не увлажняем тем самым избегаем проблемы набухания расширения и тому подобное но есть один недостаток плотность клеевого шва у ПУР на порядке ниже чем у ПВА потому что ПУР это всем известная полиуретановая пена только агент ну скажем так тот который на воздухе начинается благодаря которому начинается реакция менее активный чем в том же всем известном баллончике монтажной пены и потому что там возникает такое небольшое вспучивание но это все равно пенопласт это все равно очень большое количество пустотелых пузырьков которые конечно же разрушаются легче чем клеевой шва ПВА то вот на этом как бы основное их различие и плюсы недостатки плюс клей ПУР еще хорош тем что он клеит древесину любой влажности потому что как раз в случае с клеем ПУР вода служит активатором процесса склеивания и грубо говоря взяв две сырые заготовки превышающие допустимые там 13-16 которые в клее ПВА мы вполне их можем склеить и получить какой-то результат даже на сыром дереве то в принципе я вас перебью но регламент я не против я только за значит вопрос ко всем какая перспектива делать на заказ эксклюзивные изделия ручной работы недоступные фабрикам стоит ли на этом строить свои планы в плане заработка если есть такая возможность и умение делать индивидуальные вещи то только да ну да если вы себя уже зареимендовали и есть заказчики попробовать стоит по крайней мере превредите опыт на этом на этом надо основываться даже вот как-то так повторялся вопрос вопрос по организации рабочего места расположение станков это пожалуй на словах не объяснишь это надо будет снимать видео как сделать как сделать правильную проводку чтобы она не мешала работе проводку я имею ввиду электрическую сергей пащенко напишите мне в канал чтобы более понятно было кто-нибудь может сказать о качестве фрезера смт 2,4 киловатта ну 2,4 киловатта это уже хорошо но у меня такого нет я так понимаю что это тот же 3 тонн еще что-то неплохой добротная австралийская марка ну довольно таки дорогая и учитывая мощность и функционал насколько я помню у него есть лифт встроенный и есть рейка ну его в стол разве что вставить тягать руками такой фрезер будет затруднительно есть ли задумки мысли планы сообщества цех проведения конференций слеза выставок ну задумки есть но не будем пока забегать вперед так можно ли будет посмотреть запись позже да конечно можно будет запись будет на каналах вопрос вопрос всем аспирация мастерской полеудаления так что будет отвечать я начну я начну Виктор да Андрей прошел ну давайте ну Андрей только по возможности регламент две минуты ну у меня стоит бошевский пылесос вот этот вот газ 25 доволен я как слон уже повторюсь умерли у меня два болтовых пылесоса до этого через вот это вот переходное ведро карчер собираю я стружку ну с большинства инструментов мне собираю удается собрать довольно много я уделяю вопрос пылеудалению ну как я же дома работаю у меня уборка каждый день получается и купил я стружка от СОС но подключаю его только к рейсмусу потому что пылесос не справляется а так получается когда я не снимаю я конечно пользуюсь респиратором покупаю Тремовские одноразовые хватает на какое-то время но так это когда видео не снимают не шок так трудности выбора джет или метаба что имеется ввиду циркулярка по циркулярке джет могу ответить так будет ли конференция по красочным материалам ну пока еще не планировали но запишем план и будем смотреть так подскажите по станкам джет бюджетной ценовой категории рейсмус фугана торцовка многофункциональная могу сказать по рейсмусу и по черкулярке пишите в канал нужно склеить щит небольшой струбцин нет как можно хватит ли усилия клиниями клиниями если делянки пристроганы хорошо то можно конечно раньше заклеить насколько необходима ленточная пила в мастерской я начинал андрей андрей лобзик лобзик вверх ногами ставил все ерунда ленточка в этом плане лучше для криволинейных резов но с большой ленточкой у меня не влазик я не работал поэтому такого сказать сильно умного вряд ли Виктор Я долгое время работал у меня была только циркулярная пила лет 10 назад не было необходимости ленточной вообще появились такие мебельные детали заказ был где циркулярка я не справлялся и большая высота пропила и радиус не пропил я купил ленточную пилу у нас очень много операций ушло на нее циркулярку мы не забросили если бы сейчас меня хорошо иметь и то и то но если бы под автоматом поставили или сказали можно только одну я бы наверное оставил циркулярку тоже оставил бы циркулярку в мастерской есть ленточка совсем маленькая энергомаш вот у Виктора значит ленточка совсем маленькая диаметр колес 185 мм брау что называется для смеха но помогает она здорово правда есть один минус нужны тонкие полотна родное полотно 0.4 работает нормально покупаешь на заказ полотна 0.6 ресурс 30-40 минут микротрещины и полотно дальше непригодно то есть если есть возможность то надо покупать ленточку с колесами миллиметров 300 350 марк я немножко хотел бы возвратиться к вопросу аспирации для ребят у которых небольшие мастерские ну вот даже как в Андрея на балконе и побольше гаражная порекомендую очень простой дешевый способ пылеудаления именно не стружка удаления а пыли потому что это абсолютно разные связанные но разные вопросы то для этого можно использовать кондиционер старый советский БК 1000 все вы их помните висят они на административных зданиях стоит он 100 долларов на OLX или на каких-то ресурсах бэушных смысл в чем подвешиваете к потолку и используете фильтр в замкнутом цикле не выбрасываете теплый воздух на улицу не засасываете холодный а зацикливаете его и тогда проблема пыли уйдет раз в неделю сняли фильтр продули если надо помыли в теплой мыльной воде там ну смотря какой будете использовать и все это будет наподобие как у Андрея ой как правильно Андрей Макаревич правильно наш коллега из США только у него специальный фильм аппарат скажем так а здесь будет кондиционер используется вы просто не будете включать холодильную камеру в режиме вентиляции вот такой кондиционер вариант но в принципе можно купить отдельно фильтры и поставить к этому небольшой вентилятор будет еще дешевле возможно и так у меня просто два БК лежит потому я из этого и скажу еще один момент скажу как у меня организовано на большом фрезере то есть опять же пыль забирается пылесосом с верхней зоны а стружка просто летит в ящик так же у меня и на рейсмусе пыль надо удалять с тех станков которые создают мелкую пыль фрезер даже мручной с малыми фрезами шиповальная торцовка циркулярная те станки которые создают сружку у Гана рейсмус можно ограничиться просто ящиком мусоросборником ну у меня корвет с полтора киловаттным двигателем номер сейчас уже не помню переключаемые трубопроводы с заслонками и циклон на базе нашего советского пылесоса для маленького для ручного электроинструмента тоже циклон есть самодельный для ленточной шлифмашины для фрезера используют Сергей участвуйте ли вы со своими изделиями на выставках да конечно выставки это очень хороший момент о себе как-то заявить и в региональных областных и в центральных и вот здесь на весну планируем на международной участвовать потому что я вам просто скажу раньше мы кооперировались там с некоторыми фирмами складчину покупали место хотя бы небольшое и как уж там как-то уж там двигались но вот в этом году уже планируем сами по себе потому что чувствуем что это нужно учитывая тем более то что все-таки как бы кто там не ерничал по поводу нашего похода в Европу заявлять себя и пытаться зайти на рынок хотя бы ближайших восточных соседей восточноевропейских соседей я не считаю таким уж непреодолимым каким-то препятствием ну это мое мнение будем пробовать конечно и участвуем алло марк где-то выпал что-то непонятно Витя ты меня слышишь да я Андрей слышу да ну давайте продолжим я отвечу на вопрос в начале заданной конференции по поводу первого изделия столярного которое стоит делать я скажу надо делать то что полезно для дома если вы занимаетесь этим дома да все-таки принесите пользу своим родным первое изделие которое я сделал были табуретки потом я сделал для них съемную столешницу у меня получился журнальный столик когда собиралась небольшая компания мы нормально ну как бы за ним усаживались а второе столярное изделие это наверное кровать с вывлежными ящиками я сделал еще не та которая у меня на канале а давным-давно еще у меня маленькая кровать была два ящика выкатывались и ну как бы пережила троих детей моих уже вот эту кровать которую я дочке сделал это я отдал свою старую кровать знакомым Виктор а у вас какое было первое изделие первое изделие была дверь наверное себе домой дверь потом пошли в окна ну кровать я уже делал когда уже были какие-то навыки ну как всегда сапожник без сапог до себя доходило и сейчас стало доходить до себя в последнюю очередь а знаешь Витя как столяра себе мебель приобретают у меня там где-то было упоминание то что от чего отказался клиент совершенно правильно я по этому буду каждый раз радоваться когда кто-то от чего-то отказывается дома пребывает Ютуб глючит ну сейчас слышно тебе Марк тут уже час начал звучит значит вопрос по Фискулу есть ну по Фискулу скорее всего будет отдельная конференция пока еще точно не могу сказать сроки в планах есть не знаю Андрей может ответь там пару слов по Фискулу пару слов вы понимаете я то брал вот как сказать эту троицу если так можно выразиться в начале это фрезер пилу погружную и домино ну домино конечно вообще шикарная система дорогая зараза по фрезеру что скажу вот отличается ли от Макиты да отличается но как бы как объяснить дьявол зарыться в деталях вот начинаешь работать и понимаешь вот здесь удобно вот здесь удобно вот здесь удобно то есть вот так вот все удобно вот все продумано в этом фрезере гораздо больше чем с Макитой опять же ну что говорить ребята мне понадобилось на Макиту копировальная втулка я ждал три месяца у меня тогда не было у меня этот фрезер был 30 12 три месяца копировальную втулку ждать это не подход мне сервисмены говорят ну вот инструмент хороший но что-нибудь купить это проблема щетки есть на ваш фрезер все с фестулом тут совершенно другая история но дорого Марк отсутствует Марк Сергей вы фестулом вообще ну каким-то или вы какой марки не ну нас Андрей учитывая что фестул получается я могу себе только мечтать а нас же надо брать ко вниманию то что пользуюсь и я и Вася и Петя и Сережа и все на свете нужно брать старую испытанную макиту потому что как я говорил у вас с ума здесь есть сервис сервис хороший ремонтирует быстро качественно и вот на маките сегодня вот отвечу на вопрос можно работать легально в гараже в республике Беларусь я вам скажу ребята нельзя вот мне часто говорят почему ты гараж не купишь во первых гараж возле меня стоит порядка 14-15 тысяч долларов да 14-15 тысяч долларов стоит гараж до которого я могу дойти пешком из своей квартиры во вторых у нас постоянно работает налоговая у нас все тут в стране четко поэтому у нас постоянно ищут вот эти подпольные автосервисы председатели кооперативов стучат регулярно и потом я буду куплю гараж вкину вот эти вот дурные деньги и потом буду налоговая объяснять что я не баран и не занимаюсь незаконной предпринимательской деятельностью за незаконную предпринимательскую деятельность у меня всю мою мастерскую могут вынести просто конфискация у нас есть статья и конфискация поэтому ребята буду лучше пока сидеть на балконе мечтать о собственном доме но я хочу сказать участок под Минском стоит под 50 тысяч долларов это просто участок поэтому а гараж я больших перспектив тесно говоря не буду вы будете сидеть и все время бояться андрей конфискация и ссылка в западную сибирь в ванне и вишеру поближе у нас на таможне конфисковывают автомобили вот так вот будете вести три блока сигарет лишний машину могут отобрать вопрос и рейсмус, и фрезер, ну такая модель даже есть станка, который со всех сторон, со всех четырех сторон какую-то одну функцию исполнял. И он на свое время мне много проблем решил, но когда я начал достраивать помещение, конечно, я начал покупать отдельные станки, потому что, ну, универсальное хорошим быть, или быть наилучшим не может, оно может быть хорошим, но все равно не лучше, чем отдельный станок. Я еще добавлю циркулярку, желательно иметь в виде отдельного станка. Угана может быть скомпинирован с рейсмусом. Да, 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 здесь есть тоже резон. Станки, как и доктор, тот доктор, который лечит от всего, не лечит ни от чего. Да. По сушке были вопросы, если можно, я чуть-чуть остановлюсь. Да, да, да. В свое время, когда мы, скажем так, цивилизовались и потребовались довольно большие объемы сухих пиломатериалов, этот вопрос стал краеугольным, потому что станки купить, здания построить, как-то все получалось. А обеспечить работу системно сухим материалом всегда было трудно. И трудно даже и сейчас. То какой для себя я выход из положения нашел? Для того, чтобы не городить суперсовременные с электроникой, компьютеризированные какие-то сушилки, хотя мы и это пытались сделать, мы пошли от обратного. Мы стали пилить более тонкое сечение материала. Допустим, к примеру, доска 50-ка и доска 25-ка. Толщина и разница в два размера, скажем так, а скорость сушки в 4. Вот такая зависимость. И, соответственно, проще две 25-ки, развернув еще, к тому же, и волокна в разные стороны, склеить и получить хороший, крепкий, стабильный продукт. Чем мучиться сушить 50-ку, которую порвет, к тому же, которая в 4 раза дольше сохнет, то вот такой выход для того, чтобы вплоть до того, что там в 200-литровой бочке организовать небольшую сушилочку и подогревать каким-то инфракрасным излучателем. Кстати, инфракрасный излучатель для сушки, те же лампы УФО, чем хороши? Тем, что обогревают, греют не молекулы воздуха, которые находятся между источником нагрева и доской, там фанерой или склеиваемым шпоном и основой, а тем, что благодаря волнам, как-то там длина волн влияет, и воздух не нагревает, нагревается только поверхность. Это я уже так, к слову, пока вспомнилось. Ну, вот такой момент для решения проблемы сушки в небольших мастерских, а, возможно, и в больших. Значит, тут ко мне вопрос об отоплении, вопрос задайте. Сергей, наверное, с вас начнем? Ну, давайте. Отопление когда-то мы провели газ, это было начало 2000-х. И когда пришли экологи, посмотрели на гору, где было вагонов 5 обрезков, горбеля, стружки и тому подобного, и предъявили претензии по утилизации, я задумался, а не дурак ли я? Кому я делаю хорошо? Тому, кто добывает газ, транспортирует и продает мне, наживаясь на этом. Это в том числе от Уренгоя до Ужгорода, скажем так. Или же нужно как-то посмотреть на вопрос по-другому. И я, естественно, газ отрезал, отказался, несмотря на то, что были потрачены большие деньги на подведение, документацию, оборудование. И сделал отопление на отходах. Самый простой и эффективный способ – это бочка, которая внутри бочки сжигается топливо, отходы, а вместо теплового агента, вместо воды используется воздух, который вентилятор прогоняет между двумя стенками. Я не знаю, понятно ли, объясняю, но это такой упрощенный способ. Почти булерьян. Да, типа булерьяна, только с принудительной конвекцией. Тем самым вы можете позволить себе в праздничные и выходные дни не топить помещение, а придя на работу там заранее, за час буквально нагнать плюс 12, и этого с головой хватит, чтобы работать. Виктор, как Вы решаете проблему с отоплением? У меня железная квадратная печка-буржуйка, в ней варен теплообменник, водяной контур, в водяной контур приспособлены водяные тены, насос, насос с бойпасом практически никогда не включается, хватает на три дня новогодних праздников. После Нового года приходим в плюс 10 в помещении. Стены снаружи утеплены напыляемым пенополиуретаном и потолок. А толщина стены и материал стен? Блоки ФБС фундаментные, сороковки, 40 сантиметров. И 5 сантиметров пенополиуретана. Благодаря тому, что буржуйка обеспечивается быстрый прогрев буквально за полчаса, а дальше начинает работать водяной контур, и он аккумулирует и долго держит тепло. Буржуйка большая, мощная. Буржуйка металл толстенький, ну, сантиметров 60, ширины 80 высоты, ну, с метра длины, наверное. Топим, про опилки спрашивали, летом разбирают, разбирали бы и зимой, но зимой все это... А объем помещения сколько? Площадь где-то 85-90 метров, высота 2,80. Значит, тут вспоминали мать Асавенделя насчет деревянных станков. Ну, я отвечу. Станки из дерева тоже имеют место быть. Ну, конечно, зарабатывать, делать на них серию вряд ли получится, а для себя это вполне хорошая альтернатива. Ну, он делает эти штанки ради производства этих штанков, а не ради того, чтобы на них работать. Он довольно неплохо имеет и сайта, и с продажей чертежей. Займается любимым делом. Так, особенности хранения материала в мастерской. Сергей, пожалуй, к вам. Особенности хранения материала в мастерской. Ну, после сушилки, естественно, нужно материал спрятать в том помещении, где вы работаете, потому что, если, предположительно, изделие будет эксплуатироваться в жилом помещении, то и материал должен храниться при том же влажностно-температурном режиме. Есть понятие равновесная влажность. Это имеется в виду, если в сушилке высушить до 8, вынести в неотапливаемое сырое помещение, ну, под навес, грубо говоря, или в сарай неотапливаем, то дерево по маленькому приобретет 12-13%, и, соответственно, для мебели уже не годится. Так что лучше хранить там, где работаете. Или же, если нет такой возможности, есть ценная доска, купите рулон стрейч-пленки, укутайте, и пускай хранится, потому что температура здесь уже значения имеет не будет, но, по крайней мере, влагу убрать всегда не будет. Да, зато и влажность стабилизирует. Марк, там вопрос помаленьше. Вопрос ко всем. Можно ли теплый пол в мастерской? Ну, почему нельзя? Если вы из этой мастерской на улицу не выходите, то можно. Потому что если теплый пол в мастерской, а на дворе минус 20, нагреетесь, выйдите на улицу, можете заболеть. По стоимости изделий есть вопрос. Я тоже потом могу рассказать. Первое, мое мнение, это вопрос, конечно, требующий целой конференции, но, тем не менее, вкратце. Для себя, какую я вывел формулу, когда еще не было предприятия, я сам работал. За год заработал 11 тысяч долларов. Например, разделил на 360 дней, потому что понятие выходных у меня, оно размытое, нет, как таковых. 360 дней разделил на количество рабочего времени, там 12 рабочих часов. Получил стоимость рабочего часа. Когда получал заказ, там, на двери, я знал, двери сделаю за два дня. Брал эту стоимость часа, уможал на предположительное количество потраченных часов на изготовление изделия и называл заказчику. Многие коллеги меня осуждали, ты дурак, ты так никогда не вылезешь из своих проблем, там и т.д. и т.п. Но, тем не менее, время подтвердило правильность выбранной стратегии и всем начинающим и более-менее продвинутым мастерам рекомендую именно такую формулу, такой подход. Другие, все остальные. Можно сидеть, считать три дня, насчитать такое, что руки опустятся, когда вы все затраты посчитаете и вы даже разочаруетесь в заказе, не приступив к работе. Это неправильный подход. Надо сначала ввязаться в драку, а потом куда кривая выведет. Но какую-то для себя, ну, какую-то морковку все-таки надо пообещать. Виктор? Ну вот я тоже согласен. Владимир Иванович Желенко на своем канале очень долго считал, красиво, много бумаги потратил. Но все эти расчеты, они как бы грош-цена. Если у меня в округе 5-6 столярок, я заказчику покажу свои расчеты, он повернется и уйдет. Потому что мои расчеты будут на 5 тысяч дороже, чем мы в этих 5-6 столярках. И у нас выбор только в том, что умещаемся ли мы в эту цену для старта, для начала, чтобы занять вот эту нишу, или не умещаемся. И как мы можем сэкономить? На чем сэкономить? Да, тут надо выводить на какое-то среднее значение. А потом, когда уже будут какие-то наработки, вы почувствуете, что ваше изделие качественнее, что ваше изделие лучше, то тогда можно и поднять цену относительно остальных столярок. И еще вот хотел бы сказать, что заведомо низкая цена адекватных заказчиков, она тоже отпугивает. Совершенно правильно. А еще есть люди, которым дешево купить, просто не по статусу. Ну, видите, какой материал. Так, спрашивают, мебель из фанеры возможно, почему никто не делает? Делают американцы, там у них другая культура. Европа делает из ДСП, мы делаем немного из дерева, немного из ДСП. Ну, и у них все-таки фанера есть и шпоном. Качественная. Да, качественная. У них две фанеры. У них березовая фанера, которая идет, по сути, они ее называют балтийской, которая идет из России. И их местная, кедровая. Финская. Ну, финская. Они балтийская ее называют. У них еще там лишняя фанера покрытая. И другие лишние. Есть толстослойная фанера. Кедровая она или что-то это. Когда она на 20 миллиметров, там 5-7 слоев. Посмотрите, у Матиаса там четко видно эту местную фанеру. Она темная такая, ну, как сосна на текстуру. У нас она больше строительного качества используется, наверное. Ну, она у них на каркасные дома шла раньше, пока ОСБ не придумали. До 80-х годов. Кстати, по ОСБ или ЮСБ, каждый по-разному называет, очень классный материал. Это лично мое мнение. Если его облагородить, что, в принципе, приемы работы те же, что и с натуральной доской. Получается очень хороший конструктивный материал. И практически использовать можно и в мебели, и в столярных изделиях, и в каких-то поделках. Очень классный. По сути, да. И есть тенденция к тому, что он вытеснит ДСП. По крайней мере, Эгер уже экспериментировал с эко-плитой. Толстая плита, 50-60 мм. Две ОСБшных десятки, между ними стабилизирующая картонная система сотой. Сверху это покрывается также ламинирующим покрытием, как ДСП. Легкая, очень прочная, жесткая НСБ. То есть, вполне возможно, что вытеснит ДСП. Марк, хочу ответить на вопрос по хранению в маленькой мастерской. Да, давай. Ну, я стараюсь, вообще говоря, закупаться по проекту. В мастерской я храню, у меня несколько счетов мебельных всегда есть, и шпон я храню, в стрейч-пленке заворачиваю вот эти вот пакеты шпона, и паркет я храню, то, что где удается там купить, или отдают мне остатки. В основном материал я не храню в мастерской, потому что, ну, это нереально. Объема. Но плюс у меня, получается, я главбухом работаю, у меня есть на работе архив. Вот там уже я храню кое-что из фруктовых деревьев. Вот мне недавно один хороший человек дубовых досок подвез. Вот там вот храню. Но дома стараюсь ничего вот этого не держать, потому что и так места немного. Марк? Пошли вопросы насчет эмиссии фенола у ОСБ. И ДСП, и ОСБ-шная плита склеены на фенолформальдогидной смоле, но у ОСБ-шной плиты гораздо меньше этой смолы, поэтому она имеет меньше эмиссии. Ну и, соответственно, она прочнее, потому что она трехслойная. Верхний и нижний слой ориентированы поперек листа, а внутренний ориентирован продольно. И длина щепы там может до 20 сантиметров быть. ОСП и ДСП одно и то же. Абсолютно неверно. Это совсем разные материалы. ОСБ-шная плита, или ОСП-плита, говоря нашим языком, разрабатывалась американцами для замены фанеры в каркасном строительстве в 80-х годах. А ДСП появилась как упаковочный материал после войны в Европе, как дешевый материал. Андрей, где шпор покупаете? Динария и Кау у нас есть компания, находится недалеко от СДЛСМ, кто знает там. Что скажете о МДФ? Сергей, скажите, вы? Ну, по МДФ мнение такое. В принципе, это тот же ДВП наш, советский, только более плотный. Более... Под более высоким давлением спрессованная эта плита, соответственно, и характеристики более высокие. Разделяется... Ну, вот мы в последнем ролике показывали, для Аслана делали там... Да и сейчас кое-что делаем. Из водостойкого МДФ оно уже допускает использование в помещениях типа в ванных комнат, там на балконе и т.д. и т.п. Но есть еще более высокая степень плотности, это ХДФ. По нем хочется снять отдельный ролик или, возможно, в каких-то будущих конференциях рассказать. Это то, что Володя Емдокимов использует в своих системерах, там, в столах, направляющих. Помните, пол-ламинированный эти ламели. Там давление прессования около 900 килограмм и температура около 600 градусов. Соответственно, при распиливании в темноте, а мы его используем очень много в своей практике, иногда даже видно вылетают искры, насколько плотные. но главный момент при использовании современных МДФ и ХДФ формальдегиды, фенолы, свинец, ртуть практически отсутствуют, потому что при высоком давлении и температуре связующим этих материалов является лигнин, природная связующая древесины. Он термореактивен и при нагреве давлении, он, скажем так, вступает в реакцию и, соответственно, связывает эти частички. Соответственно, экологичность материалов этих очень высокая. Ну, даже будет время, я сниму об этом ролик. Кстати, Ленин также в ОСБ плите он тоже участвует в процессе склеивания. Совершенно правильно, Марк, совершенно правильно. В чем же основная разница между ДСП 80-х годов и современными плитными материалами? Ну, про МДФ я тоже несколько слов могу сказать. У нас оно как бы не перспективное направление, но появилась вот такая ниша фасады, покраска, изготовление и покраска фасадов МДФ. Раньше пытались автомобильными шпаклевками покрывать, с автомобильными красками, автомобильные муляры не справляются, а так перспектива на фасады из МДФ у нас есть, наблюдается. Есть вакуумные пресса для ПВХ пленки, есть полиуретановые составы, которые хорошо держат. Нет, Сергей, не ПВХ пленка, это у нас давно как бы есть, а вот именно что покраска. А, ну, полиуретановая покраска или полиуретановая. И сейчас целая линейка грунтовок, пропиток, изолирующих грунтовок для покраски МДФ. Я понял. Расскажите о самом неудачном проекте или в чем была сложность? Кто хочет ответить? Ну, я не знаю. Я хочу сказать, что память наша такая вещь избирательная, поэтому я уже не... Ну, я могу рассказать. А, договаривайся. Есть что сказать, Андрей? Нет, я уже и не помню. Нет, из нашей практики когда-то в те же жирные нулевые одна из фирм заказала дверей на три подъезда девятиэтажного дома. Двери хоть и дешевые, но вы представляете количество. В каждой квартире, ну, как минимум, наверное, пять. И сумма заказа исчислялась ну, какими-то такими и с шестью нолями цифрами. И ребята попросили начинать до окончания всех этих договорного, ну, вы поняли, всех этих моментов административных. Ну, естественно, мы закупились теми материалами, комплектующими, сделали где-то пятьдесят процентов заказа по договоренности устной, естественно, привезли на объект, но оказалось, что тот дом еще этими потенциальными застройщиками даже не выкуплен. Ну, у той структуры, которой он принадлежал. то мы эти двери продаем до сих пор. Вот почему-то так получается, не можем, ну, какая-то несчастная партия ни в магазины сдать, ни в специфическая была форма, специфический дизайн, специфические какие-то моменты, и вот так тянется эта история уже лет десять. Наверное, это самый неудачный такой у нас заказ был. Ну, вот и собственного опыта тоже знаю, что тот заказчик, который говорит, зачем тебе аванс, рассчитаешь, сделаешь и рассчитаешь в тот же день, как правило, по окончании работ просит подождать. Да, 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 совершенно правильно. Без аванса... Надо процентов семьдесят брать. Двери шестьдесят, окна семьдесят. Ну, вот корпусная мебель ДСП семьдесят без заплаты. Да, в зависимости от добавленной стоимости, чем она меньше, тем большая предоплата должна быть по заказу. Ну, а при ста процентах пять процентов скиньте. Да. Потом работать неинтересно становится. Элементарно. Делишь на две части, вторую часть вводишь в трубочку и достанешь, когда отвезешь заказчику последнее изделие. И ходишь две недели на себя по рукам бьешь. Есть вопрос по термодереву, маленькую такую ремарочку. Делали мы окна, вернее, декор на окна, на историческое здание, какое-то там в наших сумах, и человек возил это термодерево, то внешний вид очень хороший. Но фреза ЧПУ-шного станка мелкие детали не прорабатывает, они скалываются, становятся очень хрупким и есть у меня сомнения в том, что это нормальный подход, хотя я могу ошибаться, это субъективное мнение. Нам не понравилось, скажем так, отношения на этом с этим материалом у нас закончились. Вопрос для балконных мастеров. Какой компрессор используете, Андрей? Я Риоби использую, он необслуживаемый компрессор по размерам с пылесос, маленьким ресивером нормально. Ну, ты его используешь под пневмоинструмент только, да? Да, иногда крашу маленькими у меня есть. Аэрограф он тянет? Аэрограф он тянет и маленький краскопульт он тянет и скобозабивной пистолет он тянет. Ну, с побочником там, может, и от холодильника компрессора. Не, у меня маленький краскопульт. Отвечу по своему компрессору. Компрессор ресивер 24 литра полтора киловатта мощности компрессор 180 литров в минуту. Значит, тянет высокого давления краскопульт ХВЛП и ЛВЛП не тянет. Тянет практически все оба забивные гвозди забивные. Есть у меня даже монстр под 90-й гвоздь 7 литров на выстрел тоже тянет. Но приходится после пяти выстрелов включаться компрессору. Компрессор китайский. Вумер СО7 наш советский совковый. Какой? СО7. А, это с двумя ресиверами снизу такой, да? Да, и дополнительные ресивера. Помню, работали когда-то. Сергей, вопрос о казахстанских партнерах. Ну, это в личку, наверное, пишите. О каких? О казахстанских. А, понял. Да, наверное, там поговорим. Если термодерево полится, неправильная сушка. Сложно сказать. Так, вопрос шума. Шума, шумоподавление. что будет включать? говорится? Наверное, Андрей, в первую очередь, для него эта проблема актуальная. У меня же, получается, это проблема для соседей. Мастерская утеплена, получается, и заодно и мало, ну, как шумоизолировано, потому что, вот у меня слои какие идут. У меня, получается, вначале идет мембранная пленка, потом идет в два слоя 50-сантиметровый пеноплекс, потом идет у меня гипсокартон, потом пробка поклеена между, то есть, там у меня такой пирог нормальный, это разнородный материал, они давят шум нормально. И вы учтите, что человек с перфоратором производит совершенно другой шум, нежели я со своими станками. То есть, частотный шум гасится гораздо лучше. он гасится очень быстро. То есть, у меня, я хочу сказать, у меня двойная лоджия, у меня на одной лоджии я там фрезером работаю, а в другой комнате напротив другой лоджии у меня телевизор смотрят, ребята. Тут был вопрос по шуму от компрессора. У меня в подвале. У меня в мастерской не очень вопрос ко всем, кроме Андрея. Как находите заказы, не считая YouTube? Где даете рекламу, где оформляете заказ? Ну, меня обычно рекомендуют. Объявление не даю, расписок не пишу, находят сами все свои. Ну, у нас основной момент по деревянному декору есть интернет-магазин ну и соответственно оттуда через интернет-магазин. Скажем так, заказы нашего уровня регионального мы уже не то, что переросли, просто они выпали из зоны нашего интереса. Вопрос ко всем. Минимальная температура для покраски изделий в мастерской? У меня градусника нет, но температура всегда такая, что в рубашке находиться даже не работая возможно. Ну, 22-25 градусов. Ну, мы ориентируемся больше на температуру поклейки клея ПВА. Соответственно, 15 плюс 15-18 достаточно. Я думаю, что эти температуры вполне приемлемы и для покраски. дайте ссылку на интернет-магазин. Я так понимаю, это к Пукате вопрос. Что-что? Дайте ссылку на интернет-магазин. Это Сергеев если зайти на сайт в описании к каждому ролику есть ссылка на сайт под каждым роликом. тембук комьюэй Большая проблема с покраской летом. От холодной температуры избавиться можно, от жаркой погоды нет. Ну, в зависимости от материала покрасочной. Да. Тут уже по требованиям производителя материалов. рекомендую всем переходить на водные полиуретаны. Самое меньшее количество проблем по организации рабочего места. Там с температурой, с вытяжком и со всеми всеми вопросами. экологичность самый краеугольный камень. Все это уже есть в легком доступе без проблем. Сергей, по водным акрилам что-то скажете более дешевым? Ну, я не знаю. Совсем дешевые водные акрилы мы использовали при массовом изготовлении детских стульев. Вроде бы и неплохо. Использовали сразу скажу снежка, для радиаторов. Наверное, каждый с такой краской пересекался. Добавляется пигмент нужный для колировки и можно работать практически без средств защиты. Но на первый взгляд со временем все равно накапливаются какие-то моменты и респиратор нужен обязательно. Но зато можно обойтись без принудительной рециркуляции. А это довольно проблемный вопрос. Если уже брать более высокий уровень, ну использовали текуриловские. Кстати, в текурилы очень широкая линейка от самых доступных бытовых каких-то систем до супер профессиональных. Это чем текурила берет. И есть исключительно профессиональные, но там есть проблема региональности. вот мы в маленьком городке живем, у нас представительство от нас за 50 километров. Приходится допустим 300 грамм заказывать ребятам, но для этого уже нужны какие-то особые взаимоотношения. Ты должен быть у них там на каком-то, ну не то, что на особом счету, но по крайней мере они готовы передать автобус анричем. Водные покрытия поднимают ворс. Проблема с ворсом не столь уже такая сложная. Провокация предварительная. Можно водой смочить, дать высушить, снять ворс и потом покрывать. Провокация. Так, к Андрею. Работали ли вы с маслами? Андрей, посмотрите. Вот, я посмотрел. Именно с этим я не работал. Но работал с тиковым маслом от других производителей. Я как для себя делаю. Слоев пять даю. Но это очень долго. Марк? Значит, тут город в теме. Мы пропустили какой-то вопрос. Повторите, что там за вопрос, напишите в чат. Вопрос. На какой инструмент рекомендуете потратить первые 150-200 долларов начинающую хоббисту? Я, пожалуй, отвечу. Определитесь, что вы хотите делать. То есть, широкий профиль у вас или столярка. Ну, первая дрель, вторая циркулярка, возможно, лобзи. Если металл, то болгар. у меня в блоге есть несколько статей, зайдите, посмотрите, я там раскрываю эту тему. Вопрос всем. Если покрасить изделие вакуумно водной основе и высушить, будет ли он растворяться при попадании воды? Водные лаки не обрабатывают? Нет, не будет, я скажу. Дело в том, что водорастворимые лаки по водостойкости лучше, чем любые другие. Так такой парадокс. Дело в том, что вода служит исключительно разделителем, как я уже говорил, и в случае с клеем ПВА, разделителем молдеркум. Да, это не растворы, это эмульсии или дисперсии. Соответственно, при отверждении там происходит совсем материал переходит в другое химическое состояние, соответственно, водостойкость очень хорошая. Просят опубликовать планы ваших цехов. Не знаю, такие планы тут надо видео снимать, опять же. Ну, да. Вопрос ко всем. Как правильно расположить станки в небольшой мастерской Кугана с рейсмусом в прейзер циркулярках. Ну, я как бы уже отвечал, что они сами найдут свое место со временем. Ну, я у себя циркулярку переставлял два раза в мастерской. Тут от длины распускаемых досок. У меня, скажем, у меня две циркулярки. Одна стоит под навесом, там можно и 6 метров распускать. А вторая стоит в мастерской, там 2, 40. 100 циркулярки и 2, 60 после циркуляра. Универсальный ответ делать, если есть возможность, в станках колесики. Откатные станки. Не надо подкатил в угол или к стене. Не надо откатил. Это решение для многих. циркулярки используются практически все время. То есть катать ее туда-сюда. У меня она в центр мастерской. К ней примыкает задний стол, который изборочным служит. Да. Или на воротных консолях, возможно. Ну, выходы какие-то есть. У меня от циркулярки давала фуганка 3 метра. Делать чертеж своей мастерской, вырезать из бумаги макеты циркулярки, там фуганка и играться, располагать, смотреть качество. Как бы смешно не звучало, но помогает нам подделать. Но это можно на компьютере. Можно и на компьютере. Вопрос ко всем. Заморачиваетесь ли вы с довод инструмента до своего стандарта? Или прямо из коробки работаете? Это ручной инструмент. В Томинске, наверное. Андрей уже. стамески заморачиваюсь, рубанки заморачиваюсь. Электро инструмент практически нет. Ручной инструмент почти всегда да. Даже если это Линельсон рубанок или Веритас, в любом случае его надо заточить. Его, кстати, хочу сказать, по новым рубанкам. Купили новый рубанок, не строгайте им сразу. Вымойте бензинчиком или растворителем, промойте весь его. Там остаются кистички абразивные иногда. Вы получите царапины, еще что-то. В любом случае ручной инструмент надо. Если это ручная пила, даже хорошая, новая, обязательно лак надо смывать. С ручным инструментом да, с электрическим в общем-то нет. Марк. Сергей, какому лаку отдали бы первое место для дорогих работ? Двухкомпонентный полиуретан, двухкомпонентный полиуретан акрил, двухкомпонентный акрил. Твой вариант. Ну, двухкомпонентный полиуретан акриловый. Объясню почему. Когда изделие идет под темную тонировку, годится и просто полиуретан. Но у него неприятное свойство, он желтеет со временем. И если вы будете делать там, ну, как сейчас модно в бежевых или слоновая кость, или белые изделия, то со временем оно приобретет такой неприятный желтый оттенок. Полиуретан акрил этим недостатком не страдает. Так что полиуретан акрил. по единственной недостаток один в кровистостве полиуретана намного лучше, сухой остаток. Ну, вот такие мои соображения. Так, вопрос был по инструменту, по электроинструменту, по доводке. Ну, я много чего дорабатываю из покупного. Скажем, тоже циркуляр бюджет, который у меня, я дорабатывал, выкладывал видео, потому что по сути полуфабрикат, но он куплен за 250 долларов, а, скажем, макита, как у Андрея, сейчас стоит долларов 600. Вот, поэтому дорабатываю. Тоже с фрезером фиолент я дорабатывал, чтобы сделать его более-менее удобным, но сейчас я работаю как ручным очень часто. В мастерской пять ручных фрезеров. Фиолент один из любимых. ЧПУ можно уже самому сделать, а это не вопрос. Чем лучше покрывать купонные фасады от массива? Ну, все зависит от качества желаемой поверхности. Кто-то любит маслом, кто-то любит лаком. Масло сохраняет максимально подчеркивает текстуру древесины. Ну, для я по полиуретанам скажу, мы их больше всего используем. Я честно скажу, в маслах абсолютный дилетант, ну, в принципе, даже не пробовал работать с ними. То отвечу то, о чем знаю. Полиуретановые составы, нанесенные правильно, с нужным количеством слоев, ну, гвоздем не сцарапаешь, если это качественный материал. Так что мое мнение, полиуретановые составы вполне допустимы. Тут еще повторяется вопрос, чем покрыть бетонный пол в столиарке. Есть ответ, есть ответ. В свое время в мастерской был бетонный пол, брал клей ПВА, разводил с каким-нибудь пигментом, желательно, пол должен быть или серым, или белым, потому что свет в мастерской, вы сами понимаете, это ценный ресурс. и вскрывал таким образом образовывалась такая ламинированная пленка. Хватало на истираемость, если слой толстый, ну, пару-тройку лет активного использования. Когда стерлось в каком-то месте, возле верстака или станка, ну, нанес еще. Очень быстро и эффективно и как бы рекомендую всем. Тут спрашивают столичницу на кухне по принципу торцевой раздепочной доске. Стоит ли заморачиваться? Я думаю, что нет. Да, это очень... Размеры, она будет гулять, вот, влаги. Торцевая нет. Так, как правильно называются, имеет индекс, там мы выкидываем профиля для приспособств. Ну, это, я думаю, Аслану надо писать. Товаршников против песку. по струбцинам, чем больше струбцин, тем лучше. Ну, безусловно. Ну, под задачи надо смотреть. Расскажите, про струбцин и какой длины, для чего нужно. Ну, по задачам. я скажу по себе, скажем, обычные F-образные, маленькие струбцины, 160, у меня где-то 50-1,5, много прищепок, есть трубные струбцины, есть самодельные струбцины, и рываемые за дверей. Нужно смотреть именно по задачам. Минимум 4. Максимум не ограничено. Я немножко по этой теме добавлю. Поклейка и покраска это такие, мягко говоря, геморройные темы в столярке. Если проанализировать и по каким причинам самый большой процент брака или там отказов, хотя они бывают редко, но тем не менее бывают. И просто конфликтов с заказчиками, то это два момента, плохо склеено, плохо покрашено. То покраска отдельный вопрос, а по поклейке нужно преодолеть себя, уделить этому особое внимание и все-таки купить струбцин много разных и F-образных, и ваймы из тусла, и струбцины, и какие-то тиски должны быть на каждом углу, на каждой стене, в каждом шкафчике, тумбочке, скажем так. можно начинать даже с самодельных. Я в блоге на канале выкладывал по струбцинам. Зайдите на канал, перейдите по ссылке на блог, почитайте, там есть несколько статей. Так, ко мне вопрос про саморезы и шурупы. Ну, тут одним словом не ответишь, но черные саморезы, так называемые, кипсокартонные. Для столярки я использую только как такое соединение временное, еще в торец включу. Потому что для дерева надо использовать именно деревянные саморезы и деревянные шурупы. У них другой шаг резьбы и другой подъем нитки. И закат. Тут скорее был вопрос, а потом вообще используют ли шурупы в столярных изделиях о том, что не нарушает ли это какую-то идеологию. Я хочу сказать, нет, не нарушает. Есть такие моменты, когда вы, допустим, ту же столешницу будете плавающую крепить к столу. Все равно шурупы нужны. То есть используются. А металлическая фурнитура, петли, как прицепить? Или делать из дерева? Да. Ну да. Каментными топорами при том, да? Вопрос к Андрею. Тремель больше подходит для Хабимих работ, но видео у Андрея подобный инструмент. Он полезен, нужен ли в домашней. Андрей, я сначала отвечу, потом вам дам слово. Я дремельом пользуюсь уже больше восьми лет. До этого была самодельная бормашина. Ездит со мной на заказы, причем как и на медленные заказы, так и на всякие другие. Инструмент очень универсальный и следует брать что-нибудь фирменное, именно дремель. Китайцы долго не живут. Купите, увидите его универсальный. Андрей. Я согласен с Марком, единственное, что хочу добавить, вот у них есть там и фрезерные приставки, и еще что-то, но вот я их взял, наверное, видели, когда я коробочку делал, и шпоном поклеивал, то что сказать, как фрезер ерунда полная, но уже купил и купил. Как универсальный инструмент, вот просто купите вот этот вот гравер, даже в самой такой минимальной комплектации, а вот эти вот все приставки замысловатые, фрезерный стол, фрезерная приставка, мне кажется, это выкинутые деньги. Да, поддерживаю, поддерживаю. По отрезным кругам, штатные, которые не армированные, не советую, долго не живут, сыплются, ломаются. Я делаю из обычного болгарочного 125-го круга, на канале есть видео, круг использую 0,7 единицу, работают очень долго, делаю 40-35 диаметром миллиметров. Оснастку можно взять в магазинах медтехники, зуботехническую. Она по качеству выше, чем та, что предлагается даже с дремелем. оригинальная, а стоит часто дешевле. И обязательно на дремель нужен трехпулачковый патрон самоцентрирующий. Санки хороши для фрезерования, но каждый раз менять санку неудобно. У меня патрон стоит практически все время. Так, какой дремель? Можно брать базовый набор, можно брать набор с гибким рукавом, сетевой, однозначно сетевой, даже самый простой. У меня трехсотый, трехсотая модель, рукавом практически за все время два-три раза пользовался, это больше для резьбы, для гравирования. Значит, 125 ватт мощность дремеля моего. Аккумуляторные можно брать дремели как вторую машину, первая только сетевая. Мы уже регламент превысили на полчаса. Я смотрю, мы уже как бы на полчаса первоначальный регламент превышаем. Ну, давайте еще пять вопросов и будем заканчивать. По шпону можно ответить. Шпон наш и возможно ли облицавка деталей шпоном с одной стороны. Шпонируем или фанируем, как правильно нужно говорить. Мы уже лет 15 активно и собаку съели. Конечно, возможно, не все знаем, но основные примерки есть. В одну сторону можно клеить, но при условии на другую сторону поклеим бумагу, хотя бы бумагу текстурированную или просто даже какой-то компенсирующий швой. иначе клей высыхая сдеформирует щит. Возможно применение каких-то ну вот мы используем материал метканый так называемый, такая похожая на фильтрационную ткань. Не знаю правильно называю я ее. Компенсационный слой обязательно должен быть. количества слоев фонированной детали должно быть не парное. Три, пять и так и так и так. Как посчитать количество материала и цену дверей с обладом и горбеляне? Ну у всех разный регион проживания, разная цена на пивоматериал и возможности заказчика. Мой ответ ясности не несет. Наверное надо ориентироваться на общепринятую цену в регионе. Я вижу уже активность падает в чате. Будем заканчивать. Да, тем более Юра Круглый жалуется. Да, у него тут чай остыл. Меня жена обед зовет уже пятый раз. Хотел бы сказать ребятам, которым не успели ответить на вопросы. Задавайте прямо в роликах и даже если не по теме. Пробуйте пробиться в личку или какими-то другими способами. Просто приношу извинения за всех нас. Ответить на все вопросы просто невозможно. Пишите в личку на канал. Мне на Ютуб можете писать ВКонтакт. Фейсбук можете писать Гугл Плюс. Там все есть на канале. Но лучше все-таки в личку на Ютуб. Я там все почти постоянно. Ну что, будем заканчивать? Ну все, да, всем спасибо. Будем жить. Спасибо ребятам, спасибо зрителям, подписчикам. Надеемся, не последняя встреча. Ну, панируем на следующую неделю. еще одну встречу. Ивана Баева надо выпустить в эфир, а то вопросы задавали, где он. Ну, ребята, я включаю. До свидания, всем спасибо. До свидания.